Акац его глаз в интерпорт, да? Ну, а я не гляну. Я пришел на то, только они еще окружнули, и сейчас реально... А он сидит еще пить. По чате. Ходит, ходит. Не, на ответ все, но... Это про президентство. А вы не дружите? Не, ну как, разговаривать, разговаривать... Жудрос. Да, Жудрос, он такой хитрый, старается... И убеждать. Так, так надо. Это первый фестиваль громадской активности. Тут представлены разные громадские инициативы, по-моему, наибольши активные, которые при нам всем опошним часом хорошо працевали, и которые были мотивованы сюда приехать. Значит, там у самим домику Агросядзибы размешаны две выставы. Одна выстава правооборонщика Центра Весна, якая присвечена кампании за мирные сходы. Там показаны места, какие улады повыделяли для мирных сходов в разных городах. Можно поглядеть. И там же размешана фотовыстава инициативы оршанской кобыляки растрелянной Орши. Тут инициатива хвостики с живелами, можете поглядеть. Котиков можно забрать. Кали кому які сподобаются. Тут рахтуется ТБМ у нас товарыста беларускай мовы. Чистый свет инициатива там размешает свою пляцовку зараз. И вот тут у нас невеличкий гадаль сувенирами, кали кому потребна. Это не просто сувениры, это те сувениры, за кошти яких у тим лику арендовывается юридичная адреса товарыста беларускай мовы и звяза Орши. А и еще стенд профсоюза РЭП. Зверните увагу. Гуляйте, подыходьте, забавляйтеся, знайомтеся, размовляйте. Кожная инициатива вам за довольнением расскажет, чем она займается и чем вы можете ей допомогти альбо она вам. Скажите, а вот что вы представляете сегодня? Мы представляем организацию, которая называется Хвостики, стерилизация бездомных животных, помощь бездомным животным. Мы занимаемся тем, что помогаем бездомным животным, которых, конечно, в нашем городе, в Оршанском районе достаточное количество. Очень много людей не заботится о животных, выбрасывает их на улицу, а мы волонтеры их подбираем, мы их лечим, стерилизуем, мы обрабатываем от разных паразитов, от глистов и так далее, кормим, конечно, и пристраиваем дома. Потому что считаем, что у каждого котенка или собаки должен быть свой хозяин, свой дом. Это основное наше направление. Заботимся об окружающей среде таким образом. Стараемся контролировать популяцию. Стерилизация для чего нужна? Именно для того, чтобы не размножалось слишком много бездомных и болей животных на улицах. Поэтому, конечно, основная наша задача, чтобы контролировать вот это вот размножение. Наша основная деятельность направлена на то, чтобы создать в Орши приют для бездомных животных. Потому что в Беларуси у нас такой приют всего лишь один, в Витебске. И нам нужно в Орши. По-новому. Еще? Добавлю. Давай. Ярный. Ярный. Все. 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 Делал? Вот. Все. 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 Вставляю Оршанскую суповку. Куда вы чекаете, все подыходьте. Оршанскую суповку товариста беларуской мовы. Вот наш чаг организации. Наша суповка займается проведением мероприемствов массовых. Мы часто езжим до помника Игнату Будзиловичу, повстанцу, Тастуся Калиновска, який 28 днём 1863 года был расстрелян в Оршанской турне. В этом году мы решили его обновить. Поставить новый, потому что он развалился. Вот тут есть дымки. Проводим мы на Крафинском поле постоянные импрезы. Сустречи. Вот тут рассказы найти. Сустречи мы проводим. С Павлом Северинцем. С Бековым Купавым. С Владимиром Орловым. С Полиной Кочатковой. С нашей папкой Евгенией Евгеновной Козловой. Она на юбилее проводила всю встречу. С Алексеем Шейном. В начале с старшином союза письменников Борисом Петровичем были у нас недавно. Вот я на Каля Помника. На День народина Короткевича мы проводим импрезу Каля Помника. Пишем диктовку. Проводим выступления наших поэтов. Читаем версии. В прошлом году мы решили начать такую инициативу. Назвы улиц на Белорусской мове. Вот первая улица на Белорусской мове. На улице Короткевича 19. Вот господар на своем доме владеет вот эту шильду. Вмагаемся за тоя капродную мову вернуть в Оршанский громадский транспорт. Одной, что мы писали петицию. У Витебского районного выконка, как они нам сказали Оршанскому районному выконку, как припинки объявляли по белорусски. Это не падение ничего. Звертались на правую линию до первого наместника старшины Витебского района выконка. Так само с этой заявкой. Отказ тот же самый. Две державные мовы и отчапитесь от нас. Начали снова выбирать подписы, чтобы вернуть в белорусскую мову громадский транспорт. Вот тут написано, что за один день только собрали 150 подписов. Ну, одним словом, наша громадская организация развивается. Выбирайте кого! Наш стенд работы радиоэлектронного Курсоюза свободного и независимого. Здесь, значит, наша работа за последнее время. Мы, как известно, вот здесь написано. Два раза в неделю проводим встречи с людьми с 11 часу, среда, суббота. Мы даем юридическую, юридическую помощь оказываем всем людям, не только членам профсоюза. Члены профсоюза у нас, мы имеем право защищать их интересы, студент ставят. Ну, здесь вот фотографии. У нас много всяких мероприятий. Вот Джен с Кариной, это вручаются билеты. Это вот наши женщины проводят конкурсы своих блюд, которые легко делаете дешево. Это у нас тоже проходят мероприятия в нашем офисе. Вот наш письменник Комаровский. Вот это вот северинец встречи. Это наша юрист Кашина. Она по статьям, где обижают родителей. Вот декрет номер 18. Это наши женщины встречаются с женщинами Витебска. Этот ореп отдельный венок на 9 мая. Мы возлагали вот наша колонна на 9 мая. Вот мы с венком. Ну, это вот мы собрали, когда была борьба за туньяц. Там три тысячи подписи отправили президенту, совет министров и депутатов. Здесь тоже наше мероприемство. Вот у нас мой зам и правозащитник Василий Тихович Береснев-Богушевский отвоевал вот эту вот больницу, должны были закрыть, и людям надо было ездить в Оршу и близлежащие города за помощью. Он организовал людей, и вот отстояли больницу. Вот эту вот школу опять будут открывать, вот идет стройка. Здесь это наш Юрий Сминска, Юрий Биряков. Мы проводим много семинаров по юридической помощи. Ну и вообще люди, чем интересуются экономическими вопросами, к нам приезжают специалисты и дают людям рекомендации. Вот здесь вот на селищах у Юрия Александровича Нагорного мы проводили встречу. К нам приезжали представители женской линии с Бобруйска, с Горок. Вот здесь проводились игры и все это мероприятия. Здесь вот мы ездили, нас встречали, наши женщины в этом самом городе Бресте, вот снизу фотографии. Недавно мы вернулись, нас ознакомили, была хорошая экскурсия, мы решали наши вопросы, делились знаниями. Ну, работа проводится. Мы выиграли несколько процессов уже в судах, помогли людям. Около за год, около 30 человек обращались к нам именно за юридической помощью. Ведется всякая работа, просветительная среди людей. Встречи, семинары. Работает женская линия, работает молодежная линия. Ну и сам профсоюз. Сейчас у нас 105 членов профсоюза. И готовится к вступлению еще где-то человек 7. Мы сейчас собираемся открыть, у нас уже есть организация в Толочине. Но сейчас 4 человека, там еще есть желающие вступить, это будет около 8. Скажем так, и в Круглом тоже. Будет открыта наша организация. Наша организация называется «Чистый свет». Особенно наш день – это экологичный. Мы собираем смесь в лесах, коляры, посадка дрыл, редких рослин. Так само и подкормливаем и брыдящих, яких живет. Ну, это не только одна деянность, а мы еще и занимаемся такой культурницкой деятельностью. У нас есть батлейка, мы показываем ей, такой лялечный театр. А еще у нас мы проводим святы. И вы тогда поглядите фотосдымки, мы проводим такие этничные святы, купали, колядки. Проводим святы двора. И каждый год проводим на 1-го червяня свята для детей. Как оттягнуть детей от телевачиня, как сплотить жахаров в улице. И в этом году тоже мы проводили свята «Моя в улице». Собрались люди, к нам даже с Минску гости там приехали. Татьяна Гриневич Матафонова, и поэты наши, и Мясцовы, и с Минска Михай Скобла нам рассказывают верши. И так само и дети проучаются в белорусской мове, потому что мы святы проводим на белорусской мове. Ранее как бы люди так еще с настороженностью так относились, а теперь привыкли и сами так само разговаривают на святы на нашем на белорусской мове. Так само вот тут фотосдымки есть, и мы, когда працуем с семьями, с детьми тяжелыми захворумами, которые тяжко сходить на свята. И мы с Новым Годом веншуем их на дому. Ходим тоже со своим лялечным театром, и усею семью такой робим маленькое свято. Загадки там, верши, гульни проводим. Ну, вот такие основные керунки. Так что вы можете к нам поступать в чистый свет, будет интересно. У нас вот такие пригожие девочки, хлопчики. Вот поглядите наши фотосдымки. Вот поглядите наши ляльки. Это мы ходим с ними и выступаем с детками. Ну, вот тут вот. Сегодня, на койке, я разумею, нечто интерактивное. Я прошу вас. В этом году Женя все дало вероятнее. Можете что-нибудь сказать по поводу мероприятий сегодня? Ну, сегодня фест еще все напереди, а так вельми текало. Я еще раз повторю, что некоторые организации не поспели снять ролик, и яны, увы, пошли па за конкурсом. Некоторые организации сказали, что мы, в принципе, и не претендуем. Скажем, про оборонший центр «Весна», про их ролики еще будет. Вот их выстава можно поглядеть. Но, в принципе, эта организация сказала, что мы не претендуем на конкурс, мы не претендуем на призыв, так что можно нас не оценивать. Ты мне не знаешь, оценивалось десять организаций. Анонимная экологичная инициатива, якая застряла со своим роликом, что про их сказать, когда они не справились. Как бы працевали на протягу года, но я ей снова скажу, что с дымки видеоролика это был пропускный билет для удела в конкурсе, я не напрыгла тот. А мы тоже видели твои ролики, а я, наверное, не вижу. Нет, хвостики поспели у Апошни Момас, больше зато я зараз у меня дома грузится ваш ролик в интернет, и тому хвостики жюри оценили. Полина, может ты не к Водобухулину, что у нас в этом городе такого хорошего и цикавого от Беларуси, а либо плохого? Так, я, соправдно, працую в центре доследования у Романдянской сутбольности Беларуси. Мне доводится бывать у разных городах в Беларуси, и я хочу сказать, что Оршал в полном сенте город особливый. Там, где вот Романдянская сутбольность и снуе, и не снуе, а, можно сказать, гуляет, дейничая и развивается. Это горизонтальные суледи, которые снуют по между людьми, которые ведают шмат, кого ведает из долна, шмат, кто с кем ходил на дискотеки 70-х, 80-х. Это не только формальные структуры организации, но и вельми такие устойливые, добрые, относенные помиже людьми, и что вернее добро, что люди так само працуют, не займаясь только проектной деятельностью, а еще и робят огульные справы, удельничают в разных инициативах, которые объединяют людей из разных организаций, и это и товариство белорусской мовы, и инициатива, якая кобыляки расстреляны в ворше, якая открывая, как обычно, место ушинования памяти у кобыляках с 80-х годов, и никто не забывается про людей, которые были расстреляны тут, и вельми цикаго было сообщить, в этом году про то, как развивалась деятельность, и, как снимались ролики, ясно, что это только вершина айсберга, то, что мы видим в коротких формационных роликах, на самой справе деятельности она значительно ширейшая, и устойчивая ворше. Это радует, радует так само, что люди разумеют и огульную справу, что, когда не вооружится, ничего не зарабить на место, то ничего не будет и в Украине. И ворше тут можно служить своим узором и для инших городов, и иншие городы могут переймать досветы, вельми цикаго, и все это было, вот с помощью Юрия Александровича Нагорного были навязаны сильные контакты со Шкловым, недавно профсоюз РЭП ездил в Беросте тысячегодовое, где так само показал досягнение Орши, и я думаю, что вот эти поездки, обмен досвидов, они так само имеют в союзе, они будут развиваться, и Орша будет переймать гостей, и люди из Орши будут переймать и другие города. Мы, когда плановали вот этот фест, обмерковывали его формат, мы в нечем заориентовались на крышечку на мероприятие, которое проходило так само этим летом, в Минску, километр грамадянской супольности. Километр грамадянской супольности, где мы с Юрой Александровичем присутствовали, но для двухмиллионного Минска там было ну неколько сотен человек. Для ста пятнадцати тысячной Орши зале битком, я не могу оценить зараз, сколько тут человек, но напоено под сотню огулом, кто два рыбы или кто тут, напоено под сотню ест. Вот это так само выдатный показчик грамадянской супольности, колькосный показчик. А колькосные показчики так само по поводу вся жюри.